Всех приветствую на моем канале, меня зовут Даша, вы сейчас находитесь в моей комнате и сегодня мы будем заменять инфузионный набор под названием силуэт, который мы поставим на живот и давайте же уже поскорее начнем, я сейчас расскажу, что нам понадобится перед этим, конечно же, лучше принять душ и также не забудьте помыть руки, это тоже очень обязательно Итак, значит, для удобства я взяла вот такую бутылочку, это антисептический лосьон здесь был но сейчас я его использую для того, чтобы, ну, всегда спирт и сбрызгивать в принципе легче, чем открывать всякие такие пузырьки и так далее, поэтому я беру сразу большую бутылку спирта лучше всего брать спирт 70%, так как 90% очень сильно сушит кожу и это ухудшает то, что сам катетер плохо начинает прилипать ну, то есть вот этот пластырь, который есть на катетере, он очень плохо прилипает и получается катетер хуже носится и быстрее отваливается поэтому берем спирт всегда 70%, борный спирт, не знаю, салициловый спирт, какой найдете, такой и будет у вас также нам понадобится катетер силуэт, он выглядит вот так, идите новый еще мне понадобится резервуар, я сейчас пользуюсь маленькими, это 1,8 мл, так как у меня дозы, в принципе, небольшие, мне они подходят и еще мне понадобится, конечно же, инсулин для того, чтобы заправить, я сейчас вам покажу, как это все сначала откроем это все берем в резервуар инсулин и потом очень осторожно и медленно мы набираем вот так вот вот делаем укол этому резервуару постепенно, видите, какой большой пузырь сейчас мы его тоже выпустим так, теперь аккуратненько пузырок поднимаем вверх, видите и немного надавливаем, мы его выпустили, мы набираем дальше и заполняем то место, где был пузырек, чтобы было вот 1,8 мл больше ног пошел назад, сейчас я удаляю свой старый набор мио, хочу немного сделать перерыв для ног, так как мои у меня что-то в последнее время не хотят хорошо стоять на ноге, поэтому вот так сейчас выглядит, помпа сейчас пикнет, что она уже готова, потому что вот видите написано, готова для того, чтобы заправлять новый катетер, сейчас мы установим силуэт вот так выглядит инфузионный набор мио, мы его сейчас стираем он закреплен специальной защитной пленочкой, таким пластерем для того, чтобы ничего не упало, вот видите, вот это была моя причина основной высоких сахаров то, что у меня в повышенной вазе стояло, это кровь пошла, это нормально, то, что я лопала сосуд, иногда нужно нам надавать тоже передышку, сейчас мы быстренько поставим катетер на живот итак, смотрите, для наглядного примера я немножко повернусь в одну сторону и протру, ну в принципе сбрызну, подождем пару минут вы сейчас поймете, для чего я это сделала, потому как будет так проще итак, мы берем инфузионный набор силуэт, я беру большие, так как не имеет смысла, 17 это миллиметров или 13, это вообще, смотрите значит, есть убор, здесь есть заглушка для того, чтобы принимать душ, также есть инфузионная трубка канюля есть отдельно, вот, значит, мы берем канюлю и ее вот снимаем аккуратно видите, здесь есть иглопроводник, которая потом вымется, вот такая трубка будет стоять у меня сейчас в животе значит, мы берем вот такую складку, хорошую складку берем и одним нажатием руки мы втыкаем эту иглу в складку, но у меня здесь стоит, видите, такая родинка, поэтому я сюда не буду, я чуть-чуть отступлю мы делаем вот так, такое вот движение, если я повернусь, то увидите, что должна быть параллельно телу фактически вот эта игла, 15-30 градусов, значит, я беру, прицеливаюсь и делаю укольчик смотрите, резким движением, раз, все, теперь я бросаю вот так это все выглядит, чтобы вам видно было и теперь, видите, я иглу фактически под кожу сделала теперь я беру верхнюю пластырь, отдираю теперь я беру аккуратно, достаю иглу проводник аккуратно, медленно вот, смотрю, здесь покраснение, ничего нет в принципе, все хорошо поставила вожу иглу проводник и теперь медленным движением, аккуратненько, отдираю нижний пластырь, второй пластырь смотрите, конюли мы уже установили теперь нам нужно заправить помпу мы ее будем заправлять с помощью вот этого вот набора того резервуара, который я уже заправила смотрите, он меня ждет и сейчас будем дальше двигаться значит, смотрите, мы должны подключить вот эту трубку к резервуару вот мы берем вот эти все части, которые нам не нужны и все равно мы их откладываем на будущее потому, помните, главное правило то, что не нужно набирать в резервуар вот полностью, полностью, полностью вот здесь должна быть четко пометка 1,8 значит, вы должны набирать 1,8 если вы будете набирать больше, то у вас не будет открываться вот эта штучка ну, поршень сам не будет отдираться вот этот беленький от этого резервуара поэтому вы должны набрать именно столько, сколько нужно у меня прошло уже достаточно времени для того, чтобы оценить катетер он стоит хорошо или нет значит, первое, что мы должны понять, это болевые ощущения если печет, чешется или какие-то еще дискомфортные явления там, распирать может даже это место вы должны немедленно сменить катетер так как это может быть кровь кровь мешает, ухудшает усвоение инсулина она будет не давать хорошо инсулину действовать то есть в этом месте, конечно, будут огромные проблемы плюс кровь может пойти назад по трубке и трубка может наполниться кровью это не очень хорошо, не очень достаточно выглядит есть люди, которые боятся крови, поэтому я вам не советую это увидеть это ужасно также есть такие проблемные места, как попасть в нервы это тоже чревато болевым ощущениям и также может снижать чувствительность инсулина еще можно попасть в мышцу также можно просто получить загиб катетера но с силуэтами такого не повторяется потому как силуэты очень хорошие катетеры тем, что реже попадаешь в сосуд и реже они гнутся даже за счет того, что они очень длинные дальше мы берем вставляем что нам понадобится? нам понадобится помпа и вот такой набор значит мы берем, вставляем в набор вот так смотрите, внимательно, аккуратно берем и поворачиваем вот так вот и теперь мы оцениваем то есть вот раз это мы закрыли вот так вот мы открыли взяли теперь еще раз смотрите, берем раз, два у меня катетер, кстати, не болит все с ним хорошо поэтому мы можем двигаться дальше итак дальше нам нужно на помпе нажать несколько кнопок для того, чтобы пошла заправка значит мы берем как вставлять вот помпу резервуар обратите внимание моей помпе уже очень много лет больше шести лет но у нее ничего здесь не побито и оно все здесь красиво я открываю монетками но я очень бережно и осторожно это все делаю потому как очень часто ломаются вот тут батарейный отсек и здесь у меня ничего не побито здесь я с этим аккуратно значит смотрите вставляете вот таким образом и один раз поворачиваете все до упора вот так вот должно выглядеть значит здесь батарейка вот так и здесь точно так же теперь мы берем нажимаем на помпе она говорит мы должны нажать акт и здесь кстати не забывайте вот эту заглушечку снять это для душа нам она у нас будет лежать дальше мы должны взять здесь и нажать на кнопку акт для заправки я нажимаю акт и смотрите наш поршень начал двигаться вот этот который поршень и помпы он будет поддвигать вот этот эту пробочку и инсулин к нам по вот этому вот набору видите она написано соединить если я брошу акт то показывается такой экран видите для заправки удерживать акт я удерживаю акт для заправки и ждем когда капелька пойдет с вот этого вот с этой вот по нашему проводку в общем капелька пошла значит все мне нужно было 7,6 единиц для того чтобы заполнить весь вот этот вот вот всю трубку трубки у меня по моему 60 сантиметров я уже не помню я выхожу мне нужно нажать фиксированную заправку она у меня 0,7 так как у меня сейчас игла побольше я поставлю 0,9 смотрите теперь мне нужно перед этим подключиться к самой вот этой вот к самой конюли значит я беру одним движением здесь важно угадать сторону видите я не угадала значит другой стороной пробуем щелк все я подсоединилась теперь вы видите 0,9 я нажимаю акт и пошла заправка конюли то есть вы поняли конюли у меня была с воздухом то есть я поставила конюли без инсулина и теперь мы этот инсулин подгоним ко мне вот так это все у меня теперь выглядит вот так сейчас я вам покажу что у меня здесь видите горит мало штучек это значит то что у меня стоит резервуар 1,8 и поэтому у меня не полный шприц в следующий раз когда я буду ставить 3 мл оно будет у меня полное также я хочу заметить то что у меня система полностью заправлена без всяких там пузырей и вы когда что-то устанавливаете никогда не спешите потому как вот эта вся спешка приводит только к тому что вы устанавливаете либо неправильно либо гнется катетер либо еще какие-то беды случаются поэтому лучше не спешите лучше поменять на следующий день когда у вас есть минутка еще один из распространенных вопросов был что же остается на месте инфлюзионного набора не остаются никакие рубцы ни шрамы ничего потому что сама камиля очень маленького размера и она очень тоненькая буквально полмиллиметра смотрите вот такая точечка сейчас я трогаю она упругенькая но потом со временем вот эта точечка рассасывается вот эти края это был пластырь поэтому я беру щёточкой обычной для целлюлита домашней смазываю ее мылом детским или каким-нибудь другим и хорошенько тру буквально 2-3 раза и все вот этот пластырь стирается поверхность становится видите она такая же самая как у меня нога то есть ничего не красное ничего нет просто шла буквально 2-3 секунды и кстати у меня 2-3 дня и все заживает полностью как будто я здесь и ничего не стояло поэтому вот ответ на все ваши всем спасибо за просмотр я вам желаю ровного сахара и чтобы у вас все всегда получалось и всегда стояли хорошо катетеры вот поэтому всем пис пока